Победы. Слом на Есете. Я знаю, Уинстон, я просто хочу... Нет, ну как ты это сделал? Вам также стоило бы знать, что на этой доске со мной шутки плохи, юная леди. Мама. Субтитры сделал DimaTorzok Проверял, когда в Кош раз записывал. Прошла неделя, с того момента, как бы здесь сказали, что это все же проверено. Да, документы, все, которые мы читаем, они исчезают. То есть они сохраняют... Они как бы фиксируют, чтобы их прочитали, но контрольная точка что-то здесь. Ну ладно, допустим, я не возражаю. Хоть и такого подхода. Никаких отдаваний. С тобой профессионал по борьбе с вредителями. Я имею в виду родственниками. Так что не переживай, ничего не отдадим. Этот долг с тобой будет. Потом еще твоя антропомическая версия будет его сжигать в других вариациях. Так что не переживай. Стоять повеселиться, мисково здесь. Да уж. О, крыска. Если ты не ел крыску, то это же твои проблемы. Но я видел крыску. Так, я буду. Лара. Играю на мыши, потому что гимз... Почему мне кажется, что здесь должен быть лизун из Resident Evil 2? Как... Прямо как раньше. О. А как отпустить? Так, разобрался? Вот, все. У меня просто не та рассталка стояла на клавиатуре. О. Можно? Милорд, надеюсь, это послание застанет вас в добром здравии, а вашу экспедицию в пору успеха. Прежде чем перейти к делам имения, вынужден сообщить, что наш маленький ангел ведет себя чрезвычайно шаловливо. Как обычно, я принял участие в нашей с ней излюбленной игре в шахматы. Во время Эншпиля она заговорила о своей матери. Она с трудом ее припоминает и желала бы посетить студию ее светлости, ту, что вы заперли на ключ, чтобы поиграть на фортепиано вашей почившей супруги. Разумеется, отказ ее разгневал. Она испытывает весьма сильные чувства для столь юного существа. Чуть позже. Тем же днем она подстроила мне ловушку в морозильной кладовой. Едва я успел понять, что происходит, меня уже заперли внутри. Час спустя, меня, дрожащего и в своем роде негодующего, высвободила мисс Шеффилд. Еще час мы разыскивали Лару по всему поместью. Само собой, мне известны все ее укрытия, но на сей раз она действительно не желала, чтобы ее находили. За долгие годы я научился понимать, когда она не в настроении. Милорд, осмелюсь заметить, она отчаянно скучает по вам. Без отца ей одиноко. Прошу вас позвонить так скоро, как только возможно. Бедный Уинстон! Кстати, если кто не понял, здесь тоже в этом письме прямо есть отсылка, причем на первые игры по Ларри Крофт. Вот серьезно, только знатоки, только те, кто играл в первые игры, когда тоже там было дополнение в локации Крофт. И Уинстон, старичок, я прямо рассказываю, потому что навряд ли вы полезете искать эти первые игры, поэтому сейчас расскажу. В общем, было такое... Там первое дополнение, когда были у классических игр. Я не помню, то ли у... По-моему, у второй Ларри Крофт это было уже, у классической. И там была возможность тоже, как вот в классическом Anniversary Legend и Underworld, побывать по месте Крофт. И там на скалодроме побывать, где-то поплавать, пособирать, то есть потренироваться. Так вот. И в самых ранних игр по Ларри Крофт была возможность запереть Уинстона в морозильной камере, чтобы он за тобой не бегал, чтобы он тебе там не мешался, урод не наносил. То есть он был как своеобразным испытанием. Он не причалил, чтобы Ларри вреда, но его можно было использовать как в качестве противника. Ну, тренировки для Лары своеобразные. Мне очень нравится, что это здесь есть. Правда, теперь начинаю думать, что если тогдашняя Лар была, действительно не очень, конечно, что здесь такое происходит. Бедный Уинстон. Помню, как заводила его. Не могу верить, что была такой чертовкой. Я буду вечно обязан ему за столь ангельское терпение. Да, вот вы все-таки. Она могла бы повторить то, что я прочитал. Ну, ладно. Уинстон, он святой. Уинстон наш дорогой. А это что у нас? Я на распутье. Господи, как банально. Но правда есть правда. Передо мной две дороги. Каждая обещает и уступки, и радость. Быть с Ричардом. Приключения, интеллектуальные вызовы. Возможно, новая семья. Но в то же время жить с человеком, чьи одержимости я не понимаю. Или жизнь по зову долга. Хранить наследие семьи Де Морней, её традиции. Не терять ту семью, что меня взрастило. Выбор ужасный. Я не хочу их потерять. Но как же я люблю ту жизнь, что мы начали строить с Ричардом. Да, с ним свои сложности. Но я готова с ними смириться. Хватит ли этого? Как по мне, я бы сказал бы. Надеюсь, знаете, я знаю, что Крофт точно мёртвый Ричард, а Мелия неизвестна. Учитывая, что он, кстати, пропал в Гималайях, это опять же отсылка на золотую трилогию Лары Крофт, которую мы с вами проходили год назад. Пересмотрите. Прекрасная игра. Тоже уходила в формате геймплея. Начиная с Ледженда. И заканчивая Андервордом. То есть Ледженда, аниверсия Андерворда. Вот рекомендую. Ребята, это прекрасная игра. Я ей восхищаюсь до сих пор. Так вот. Что хочу сказать. Если бы я мог поговорить с Амелией Крофт, я бы ей сказал. Если семья, которая тебя возрастила, не желает тебе счастья с тем человеком, который тебе интересен и не радуется за твоё счастье, КОБРАЧИСЬ ИХ ГРОБАННОЕ ГОВНО, И БРОСАЙ ЭТУ ГРОБАННОУ СЕМЬЮ И ИДИ С РИЧАРДОМ. Всё. Вот реально. Запомните, ребят. Если ваша семья не поддерживает ваш выбор, так как вам хочется, чтобы вы получили счастье от жизни, бросайте их в ГРОБАННОЕ ГОВНО. Буквально. Можете прямо насрать им на стол, взять это говно и кинуть каждому в лицо, как мартышка. Это чисто рекомендацион. Ну, я так и не делал ни разу, потому что, извините, не до этого как-то было, когда тебя душат или пытаются убить. Но суть вы поняли. Совет рекомендарен. Да, знаю, знаю, знаю. Негативлю, негативлю. Но говорит профессионал в разбирательстве семейных конфликтов. Это лучший всего вариант. Король на Д1. В этот раз победа моя, Уинстон. Умница. Но вам бы уже стоило усвоить, что победа не главная. Ферзь на Ф6. Шаха. Тебе легко говорить. Ты всегда выигрываешь. Конь бьет ферзя. Я хочу лишь сказать, наслаждайтесь путешествием, Лара. Не бегите за победой. Слом на Е7. Я знаю, Уинстон. Я просто хочу... Нет, ну как ты это сделал? Вам также стоило бы знать, что на этой доске со мной шутки плохи, юная леди. Мама. Я выиграю. Когда-нибудь. Когда-нибудь, но не в этой жизни. Уинстон, респект. Респект тебе. Молодец. Поставил ее на место. А на этой доске я играла с нашим дворецким Уинстоном. И вечно проигрывала. Я всегда играла за белых. Может, потому и проигрывала. Однозначно. Вообще, кстати, мне очень нравится, как сделано. Вот здесь, скорее всего, черные лежат, так понимаю. То есть, вот здесь чисто белый набор, а там черные. Кстати, заметьте, какие резные. Это настоящая кость. Это кость, ребят. Это кость. Это не пластик. Это явно резная. Только... Это либо слоновая кость, либо буйволиная. Но это точно кость. Это не керамик. Это не керамическая. Это не керамическая. Это точно кость. Дерево. Вот клетки сделаны из ротанга. А уже сама коробка, скорее всего, сделана из бука. А вот белый сделан из вязи. Вот эти вот клеточки. Слушайте, реально очень хорошая доска. Лара, что у тебя здесь валяется? Она же... Ты же испортишь ее так. Хотя, кстати, заметьте, еще обитое таким вот мягким материалом. У меня есть коробочка для весовых гирь, где вот точно такой же материал. Очень грамотно сделано. Для сохранности очень хорошо используется. Да, знаю. Я тут прямо обсуждаю каждую детальку. Но черт. Мне это, кстати, так нравится. Кстати, я таймерить поставил. Она же 30 минут должна идти. Сколько мы уже записываем? Ну, где-то 10. Ну, ладно, будет большой эпизод. Не страшно. Мне реально очень нравится. Вот кар... О! Отсутствует снаряжение. Мне нужен лом. А это... Требуется лом. А есть здесь лом? Мне нужен лом. Как бы внизу здесь с вами находимся. Дайте мне ломить, пожалуйста. Буду очень признателен. Криски, как всегда. Это... Экспедиция-сюрприз на день рождения Мисс Лары почти готова. Пришлось приложить немало усилий для подготовки сего действия и сохранения его в тайне. Она одержима Египтом, заучивает наизусть иероглифы и районы Древнего Царства. Идея лорда Крофта приведет ее в восторг. Это определенно пойдет ей на пользу. В последнее время она очень независима, но я знаю, как жаждет она внимания отца. А он с головой окунулся в свои следования. Для них обоих это будет прекрасной возможностью восстановить отношения. А я свято уверен в том, что ему это нужно ничуть не меньше, чем ей. Уинстон, Уинстон, ты вот это пример здорового, нормального человека. Уинстон не является их родственником, он просто здороворецкий. Но, ой, Уинстон, вот ты так много всего для них делал. Вот респект, респект тебе. Так, ну что, давай идти и это отодвинуть, чтобы проход открыть. Так, давай. Ладно, отодвинули, хорошо. Знаете, заметили, что она, когда бежит вдоль стен, она придерживается. Так, старые добрые головоломки. Ничего не поменялось. Красота. Так, запомнил, что здесь есть два шкафчика, которые нужно открывать ломом. Кстати. Это поместье Крофт. О, мне вот это, кстати, очень нравится. Я прям за... Это, если что, весь нижний этаж. Я не совсем нижний, подождите. Это верхний. Это весь верхний этаж. Я пока наверху только еще нахожусь. А вот это... Кошмар. Ребят, если вы сейчас не поняли, почему я так удивился, я, кажется, понимаю, почему Крофт Ричард закрыл это помещение. Вот здесь второй этаж вход в галерею. Вы посмотрите. Вот это... 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 Последствия пожара. То есть, галерея сгорела. Кошмар. Реально кошмар. С другой стороны, Ларри будет больше пользу и перестроить. Зато я теперь понимаю, почему Мисс Крофт переделала там все под себя. Так, ну ладно, дайте я все-таки... Так, совместное путешествие, дневники, Уинстон... Милорд, надеюсь... Нет, 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 нет. Мне нужны карты. Доспехи, место имения Крофт. О, приветствую, сэр Ланселот. Не бойтесь, в этот раз ваш меч мне не потребуется. То есть, можно даже это все смотреть. Реально. Но... Экспедиция сюрприз. Да, это мы смотрели. Это Уинстон. Дневники Амелии. Атлас де Море. Это ее... Дед... Деда... Дядя. То есть, что-то у меня есть, что-то у меня нет. Так, детство Лары. Карта экспедиции. Это карта нашей первой с папой экспедиции. На ней отмечен коридор для прислуги, ведущей в библиотеку. Вот, как раз-таки. Смотрите, мы сейчас с вами как прошли? Мы прошли здесь. Прошли вот по этому путешествию вот здесь. Вошли в Винную. Здесь будет сейчас закрытое подстанство. И вот здесь, внимание, тут какая-то смертельная ловушка. Надеюсь, Уинстон... Не делал реально смертельную. А вот здесь... Вот это, видите? Это гроб с крестом. Это родовой склеп. Туда тоже заглянем. Кстати, реально, в доме Лары есть родовой склеп. Честно говоря, я хочу себе такой же сделать. О! Шапка Манунаха, что ли? Папа любил хорошее вино. Ммм! Чую запах его любимого бордо. Он тебя алкашом был? Нет, конечно, для той эпохи это еще ладно, как ни крути. Но не поддерживаю, не поддерживаю. Папа, вот он! Подвал отчаяния! Поистину Лара, соберись с духом. И военного пути к библиотеку бесконечных знаний не существует. Смотри, видишь нишку? Древняя египетская ловушка. Хранители знаний не хотят, чтобы кто-либо добрался до их сокровищ. Нужно быть осторожным. Я пойду первой. Я умею находить ловушки. Конечно же, милая. Ведите. А здесь еще Анубис. Там есть обход, не забыть собрать. Пойдемте. Подвал отчаяния. Надо так и назвать сегодняшний эпизод. Реально подвал отчаяния. Как кошмару. Ой. Так, здесь закрыто. Ага, ловушка. Ну, это старенькая такая. О. А-а-а. Так это... А-а-а. Это получилось. Вот что бы означало склепом. Ну, ладно. Ну, карта, кстати, очень полезна. Позволяет понять, что является склепом, а что нет. Уинстон, ты гений. Если ты он карту составлял, то респект ему. Ну, медвежонка нашли, это хорошо. Ловушка, которую Уинстон приготовил к моему дню рождения. Ха. Уинстон сделал ее из моих ленточек для волос. Вот уже они с папой не пожалели сил на сюрприз. Повреждение от воды, просочившейся из центрального зала. Ой, кошмар. Как все просело. Это реально прямо... Это надо ремонтировать. Это тотальный ремонт здесь. Это полная реконструкция этого пола надо делать. Так, подожди, а где я сейчас схожусь? Я знаю, что здесь вниз нельзя посмотреть. Так, ну, прежде чем пойдем, давайте сначала заберем нашу награду. Бюст Анубиса из папиной египетской коллекции. Должно быть, он спустил его в подвал для нашей экспедиции. И ты его... И вы его так и не забрали? Кстати, бюст реально хороший. Может, мне такой же себе купить? Так, ну, это вход в библиотеку. Полезли. И люди держатся открытыми. О! План электрификации имения. Папа рассказывал, что его бабушка ненавидела яркий свет. Одна страница вырвана. Не вырвана, а отсутствует. Здесь не вырывали, а тут только одна вторая. А третьего сектора нету. Вечером Амелия ушла. Она сложила чемодан и прошла прямо здесь. А я даже не заметил, как тогда, в Оксфордской библиотеке, до нашего знакомства. Я зарылся в книгу, отрешился от мира. Какой же я дурак. Я позволял своей одержимости этим проклятым обрядом долгой жизни главенствовать над моим разумом слишком долго. Возможно, уже ничего не изменить. Как я мог этого не предвидеть? Я раз за разом совершал одну и ту же ошибку, ставил свои исследования выше личной жизни. Но раньше мне не было так больно. Я просто не могу без нее жить. Если мне придется отказаться от этих проклятых поисков, которые так долго не давали мне покоя, то так тому и быть. Я отправлюсь за ней. Прямо сейчас. Сегодня же. Все могло закончиться едва на час. Я всегда уважал Азад за то, что он умел признавать свои ошибки. Ну, как сказать? Я бы не сказал бы, что его исследования не являются частью его личной жизни. Это тоже часть его. Ему они были в приоритете. Да, он, конечно, понимает, что он и без Амелия не может. Но и Амелия, извините, выбрала себя, а не Ричарда. Значит, она, по сути, решила, что он ему не нужен. Как ни крути. Ребят, говорю сразу. Вообще сейчас скажу, что вы должны бросать свои хобби ради других людей, которых любите. Ребят, если нет возможности совместить первое и второе, может, значит, соответственно, надо смотреть с точки зрения объективности и субъективности. Если, к примеру, объективность, которую вы любите, вы можете себе принять. То есть она вам, от вас никуда не убежит, она будет с вами всегда. А субъективность в лице той же самой Амелии, которая, извините, говорит, ты любишь свою объективную жизнь больше, чем зменя. Ты должен быть моим рабом. Пошла нахуй тогда. Да, я выражаюсь. Так, ну извините, так оно и есть. Ричард, конечно, любит ее. Это понятное дело. Я воспринимаю это адекватно. Но, как по мне, это скорее уже подкаблучничество. Ты должен... Вот он реально должен, в первую очередь, уважать себя. А этого я не увидел. Я хочу жить в этой библиотеке. Вы посмотрите на эту красоту. Реальная красота. Так, что у нас? Можно? Я сделал небольшую хитрую карту для экспедиции Лары в ее день рождения. Я использовал невидимые чернила, которые Амелия много лет назад купила для меня в Марокко. Помню, как меня тогда взбесила напористость торговца. Но Амелия только улыбнулась своей солнечной улыбкой и заплатила ему без долгих раздумий. Я думал, что это подделка для туристов, но невидимые чернила оказались настоящими. Оказывается, ими нужно писать на особом пергаменте. А после высыхания чернил, его надо нагреть, чтобы проступило написанное. Это будет отличной загадкой для Лары. Вот видите. О! Я всегда воспринимала нетрадиционные исследования Ричарда, как нечто, с чем мне просто придется смириться. Однако, на этот раз, меня охватил исследовательский пыл. В жизни не могла себе представить, что меня увлечет нечто подобное. Ричард прислал мне телеграмму. Он обнаружил монастырь. Расшифрованный нами символ из свитка оказался ключом к его местонахождению. Не знаю, верю ли я, что мы найдем там знаменитый эликсир жизни, но меня не покидает чувство, что впереди нас ждут великие тайны. Брат угрожал сорвать экспедицию. Удалось на время его уговорить. Теперь необходимо увидеться с Ричардом. Я бы взяла с собой Лару, но она слишком маленькая. Винстон о ней позаботится. А когда мы вернемся, ее родители будут чуточку более знаменитыми. А-а-а. Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп. Я думал, она бросила его. То есть, получается... Ладно, немножко знаю слова... Ну, в любом случае, то, что я сказал ранее, это тоже к месту. Но если она хотела, наоборот, помочь Ричарду, зачем ты сонулась раньше него? Он профессионал в этой категории. Сделали бы вместе. То есть, получается, Ричард пока занимался своими исследованиями в рамках... То есть, он прорабатывал весь безопасный маршрут, все подготовился. Это полезло напрямую в лобовую в гребны Депал? Никогда не берите безумных дуржены. Вот, серьезно. Если решить все-таки жениться. Хотя даже в рамках гражданского брака лучше не берите. Да, они, конечно, жизнь сделают краще, но... Кошмар какой. Лара, комментарий. А это что у нас? Бога ради, запомни комбинацию, старый дурак. Сокровище из экспедиции Лары. Моя любимая картина, написанная Амелией. День годовщины нашей свадьбы. Так, дай зафиксирую. Папа ни за что не стал бы записывать комбинацию, но, кажется, оставил себе подсказки, чтобы запомнить цифры. Сокровище из экспедиции Лары. Моя любимая картина, написанная Амелией. День годовщины нашей свадьбы. Так, сокровище мы нашли. Это Анубис. Это Анубис. Любимая картина, написанная Амелией. У нас ее нету еще пока, что-то надо идти в закрытое крыло. День годовщины свадьбы. Это еще здесь будет. Потому что мы пока еще не было информации, когда была свадьба. Значит, чтобы узнать комбинацию, мне нужно найти эти предметы. Здесь есть что-то еще. Я добрался до монастыря, который, как и предполагал, рот был сокрыт в Гималаях. Сейчас я стою на высоких каменных стенах, потрясенный величественной красотой гор вокруг меня. Прямо дух захватывает. Эту величественность дополняет ощущение истины, которым пронизано это место. Хотя монахи и поприветствовали меня, как у них принято. Они, похоже, ожидали моего прихода. Должно быть, они знали, что рано или поздно кто-то вроде меня явится сюда в поисках ответов на вопросы. Я точно знаю, что пришел куда надо. Они уже совершали этот обряд. Подтверждением тому служат характерные символы, вырезанные на полу и рисунки на стенах внутренней комнаты. Они уже создавали эликсир. И снова его создадут, если я смогу их убедить. Я сразу же отправил сообщение Амелии. Хочу, чтобы она была рядом со мной при совершении этого открытия. Так, теперь я вообще запутался, кто за кем куда перед поехал. То есть Ричард был уже здесь, а Амелия... Так, стоп, 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 стоп. Тогда куда она ушла от тебя? Я не понимаю, как я книгу читал. Я ничего не понимаю. Ладно, это Санта-Барбара. Потом, наверное, я сделаю отдельную выгрузку с их историей. Вот, знаешь, я еще говорю про самартику, часть первая. Реально, это надо делать. Может, Амброзию? О! Записка Уинстона. Он прятал по дому конфеты, а я их потом находила. Так, мелко, конечно, написано. Лара. Ищи пирожные за Уильямом Блейком. Отсылка на фильм с Анджелиной Джоли. Фильм первый, если что. Так, давайте искать. Уильям Блейк. Ой. Кошмар. Что с библиотекой сделали? Мне больно смотреть на это. Вы посмотрите. Мне реально больно вот на все это дело смотреть. Бедная библиотека. А, вспомнила. В Древнем Египте каждому району соответствовал символ и число. Я всегда предпочитала эти знаки иероглифом чисел. Так, теперь надо понять Анубис. Анубис, Ануби, Андесендов, Андесек. Так, посмотрим, посмотрим. Оба этих мифа ссылаются на один и тот же источник. Где-то я уже видел это изображение. Пап, вот здесь. В главе про районы Египта. Да, точно. Думаю, ты права, Лара. Помню страницу с изображением Ра. Боже мой. Ты все-все запомнила. Похоже, мы на пороге открытия. Значит, я стала твоим помощником? Конечно, и не только помощником, милая. Сколько воспоминаний. Славные деньки. Лучшие в моей жизни. Это книга мертвых из Брэнда Фрейзера. Мумии первой Стивена Соберса. Так, это лучшее дополнение всех времен и народа. Это все. Точка. Резидент, извини, ты у меня уходишь на покой. Вот, нашел прекрасное ДЛС. Всех времен и народов. Я... В свое время я очень любила эту книгу. Обожала рисовать иероглифы. Вот реально. Да, и египетские иероглифы. Черт. Так похоже на книгу из фильма Стивена Соберса с Брэнда Фрейзером. Вот на книгу мертвых. Ну, это реально. Не хватает такой... Ну, хотя тут зон для ключа как бы тоже есть, но... Не хватает такой, знаете, вот... Вращающий... В общем, что не... Что не день, то вдохновение. Что не день, то вдохновение. Радость и большое свержение. Так, давайте еще наверх поднимемся, посмотрим, что там есть. Так. Эта фотография была сделана в библиотеке. Дополнение к центральному залу, сделанное в 1820-м. Это, скорее всего, ее бабушка делала. Реально, очень красиво в поместье. Мне жалко только видеть, как пострадала библиотека. Реально, мне очень больно на это смотреть. О, еще что-то? Можно? Открой. Папина зажигалка. Не помню, чтобы он хоть раз ей пользовался. Герб семьи Крофт. И... Инициалы. БК? Это что, моего дедушки? Бенджамин Крофт. Да. Зажигалка получена. Так, что могу себе делать? Зажигалка. Теперь я смогу разжечь камин. И с каминами по всему имению. То есть, типа, я могу... Оу. Давай. Это, наверное, какое-то удобное достижение, я так полагаю, будет. Нет, но... Почему бы и нет? Почему бы и нет? А можно сесть в кресло? Чисто немножко расслабиться. Я, конечно, понимаю, что нам нужно искать... Все остальное? Ну, посмотрите, какая красота. Вот так вот сфоткаю-фоткаю. Ларп, садись на меня, пожалуйста. О, молодец-молодец. Хорошо. Так, что-то у нас еще есть? О. Есть у нас шорс, где она любила не только рисовать тигров. Прямо вот это, кстати, один спокулянчик. Раньше я пожала сидеть здесь, читать, мечтать о приключениях. А теперь все забито досками. Надо это все ремонтировать. Все, здесь закрыто. Ладно, основной пока нижний этаж. Я так полагаю, нам нужно как раз кидать вверху и все это делать. О. Похоже, сэр Реджинальд потерял свой шлем. Или я что, не так его надела? Походу, он потерял. Нам нужен мастер-ключ. А без него я никуда пойти не могу. О. Знакомая музыка. Красивая. Да, за это будет у нас авторская... Это классическая музыка Она сейчас под авторское право Да и к чёрту тебя, Ютуб, ставь это авторское право Я оставлю её Это слишком хорошо Это божественно Это великолепно Ладно Будем под красивую музыку работать Помню, как я в детстве свалилась с этой лестницы До сих пор плечо иногда побаливает Да ладно Под красивую музыку зато Ааа, ясно Отпусти Какая музыка Ребят, я в восторге Если честно говоря Ооо, я лично в восторге Так, о Я знаю, что это Помните Ричард говорил Что он для Лары Сделал особую карту На пергаменте из видебных чердил И её нужно нагреть Только тогда появится Здесь не просто значок ключа Это значок мастера ключа Смотрите Я помню эту карту Она ведёт к универсальному ключу Но она начерчена невидимыми чернилами Чтобы их увидеть, надо её нагреть Увидим, увидим Мы сейчас заберём мастер-ключ, ребят Он прямо здесь То есть, можно даже не путаться Карта Похоже, ключ спрятан под сундуком Около книжного шкафа Ну вот и всё Нашли Ну, как говорится Место отмечено крестом Давай-давай-давай Есть Не ожидал, дядюшка? Универсальный ключ Теперь я смогу попасть в западное крыло Так тебе и надо, грёбный Дядюшка Хорошо Он подойдёт к большинству дверей в имени И к той, что ведёт в западное крыло Ну, отлично Видите, ребят? Всё сделали Всё как надо Всё по Фэншую Всё идёт прекрасно Всё идёт великолепно Что ж, ребят Давайте тогда на этом свабе Музыка ещё играет? Можно ещё, пожалуйста? Давай погромче О Идеально Что ж, ребят Я надеюсь, вам понравилось Сегодняшнее прохождение Ставим лайки Пишем комментарии Подписываемся обязательно на канал Я свяжу за этим И, конечно, ребят Напишите Что вы думаете О сегодняшнем Небольшом Нашем Приключении В этом прекрасном Поиске Загадок Древнего Египта От Ричарда Крофта Которого он в своё время Погатоил Маленькой Ларе И по которому Мы сейчас буквально Прошли и нашли Наши сокровища Жду Ваших ответов Ну а с вами был Вескер Амбрала Течи Всем до скорой встречи И приятной Музыки Музыки Ооо-ооооооо... Субтитры сделал DimaTorzok